Сегодня в зале заседания районной администрации прошло совещание с участием руководителей хозяйств глав сельских администраций, управления сельского хозяйства района, а также заместителей главы администрации района и руководителей структурных подразделений. Вел совещание первый замглавы администрации района Загил Григорьевич Батащев. Главный вопрос, который стоял на повестке дня, это неформальная занятость населения и ее снижение в районе. Такие же совещания проходят в эти дни во всех муниципальных образованиях городов и районов нашей республики. Открывая совещание, Загир Гаджиевич Батачев отметил, что недавно под руководством первого заместителя председателя правительства Республики Дагестан Анатолия Карибова прошло заседание межведомственной комиссии по определению численности неработающего населения, повышения уровня собираемости налогов взносов, пенсионный фонд, где Анатолий Карибов напомнил о том, что работа в данном направлении ведется по поручению главы Республики Дагестан Рамазана Гаджи Мурадовича Аблатипова. С началом текущего года во всех муниципалитетах сформированы соответствующие комиссии, составлен план, в рамках которого предпринимаются меры по снижению неформальной занятости населения. Сформирована такая комиссия и у нас в районе. Населенные пункты разбиты на 7 групп. За каждое село отвечают заместители главы администрации района, руководители структурных подразделений, а возглавляют комиссию замглавы администрации района Мурад Изриев. Как отметил Загерботашев, комиссии проведена определенная работа. Были проведены рейды по магазинам, ларькам и местам общественного питания. В ходе рейдов были выявлены лица, работающие без составления договора между работодателем и работником. В свою очередь он указал на то, что нужно взять под особый контроль также и тех, кто работает в СПК, КФХ и так далее. Также была затронута тема, касающаяся лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, то есть перевозкой людей и грузов. Загерботашев также призвал членов комиссии активизировать работу по выявлению работников, с которыми не оформлены трудовые отношения и поставки их на налоговый учет. И в этом им должны оказываться действия главы сельских поселений, подчеркнул он.